Всем привет! Сегодня у меня в гостях форель. Я планирую ее посолить, то есть сделать малосольную. Рецепт очень простой. Сейчас я точу нож. Для начала нам нужно ее разделать. Она уже без внутренностей. Начнем с хвоста. Для начала отрежем хвост. И отправим куром. Голову тоже куром. Хотя здесь есть мясо, можно на суп. Чистить я ее не буду. Здесь немного есть чешуи. Но я не вижу в этом смысла. Потому что все равно с кожи потом нужно будет аккуратно мясо срезать. Разрезаем рыбу вдоль. Я не специалист в разделке рыбы. Вырезаем этот плавник. Плавник готов. Тоже можно посолить с пивком. Дальше. Так же поступаем здесь. Вдоль хребта прорезаем. Плавник пока там оставлю. И теперь надрезаем до ребер. И вторую часть так же. Рыба хорошая, свежая. Где у нас тут позвоночник? Где у нас тут позвоночник? Нащупываем позвоночник. Вот здесь. Отрежаем. Вообще рыбу разделываю очень редко. Тут явно виден позвонок с костями. Вот он. Если заметили. Вот видите. Так. Такая же штука есть на этой стороне. С костями. Вот он идет. Не знаю как поступить дальше. Когда щас позвонок отрежу. Так. До ребер дошли. Все. Отлично. Что теперь делать? Отрывать что ли? Да. Отрывается хорошо. Ребра отслаиваются от мяса. Вот смотрите. Вот ребрышки остаются. Нам главное их не повредить. Да. Прекрасно отошли. Говорю. Не разделываю рыбу. Приблизительно понимаю что что сделать. Вот они. Ребра ушли. Готово. Осталось здесь надрезать. Потому что с той стороны. Я не надрезал. Там плавник был. Вот. Кусочек готов. Косточки лишние оттуда убираем. Вроде костей нету. Эту часть оставлю. Тоже засолю. Потом можно будет при нарезке просто убрать. Костей у нас. Кости остались только вот здесь вот. Вдоль хребта которые были. Их пинцетиком надо повыковыривать. Крупных костей. Реберных. Не осталось. Сейчас разделаю второй кусок. Второй. Тоже самое. Аккуратно пальчиками поджимаем по ребрам. И мясо обходит. Может быть не идеально. Но мне эти тушки не на показ. Для домашней еды вполне пойдет. Так. Что-то осталось. Осталось совсем немножко. Вот. Раз. Раз. Опа. Вот такой костяк я вытащил. Мясо практически на нем не осталось. При желании также можно его засолить. А потом как закуску скушать. Рыба красивая. Цвет приятный. Так. Второй готов. Удаляем крупные кости пальцами. Которые остались. Эх тут штуки 3-4 наверное. Рыба сама по себе не очень большая. По-моему в районе двух килограмм что-то. Все. Реберных костей нет. Вырезаем вот этот плавник. Есть. Как я сказал вот эти жирные штуки отрезать не буду. Они очень вкусные. Рыба. Теперь беру пинцет. И все что нащупываю. Вот здесь вот выдергиваю пинцетом. По ходу роста костей. То есть получится вот так вот. В сторону головы. Так. Щупаем. Все косточки которые видим. Вынимаем. Даже если что-то останется. Потом при нарезке соленой рыбы уже. Также можно немножко убрать. Все. Рыбка готова. Кости я вынул. Сейчас я ее промою холодной водой. И просушу бумажными полотенцами. Для приготовления посолочной смеси берем в равных количествах соль и сахар. Одна столовая ложка соли. Вторая. Ну давай. Три. Добавим. Три. И сахар. Также три столовые ложки не полные. Без горки. Раз. Два. Ну то хватит выше крыши. Перемешаем. Берем емкость которая подойдет для посола. В данном случае у меня стеклянный противень. Противень наверное да. Форма стеклянная. Слегка посыпаем дном. Рыбку. Укладываем рыбку чешуей вниз. Посыпаем немного сверху. Достаточно. теперь следующую рыбку посыпаем с этой стороны с внутренней на мясо без фанатизма лучше чуть не досолить чем пересолить правильно я думаю правильно и теперь переворачиваем толстым краем на тонкий край вот так вот чтобы чешуя с рыбы не попала на мясо мы же не чистили вернем и я сверху еще подсыпаем соль с сахаром укрываем либо фольгой либо пищевой пленкой готово и в таком состоянии убираем ее на сутки завтра вечером можно будет уже кушать да можно наверное раньше но лучше пусть постоит просолится образуется много воды то есть рассола в рассоле хранить ее не надо иначе она пересолится и будет очень соленая через сутки рыбу выньте и сложите в контейнер отдельно без соли также хорошо упаковав всем спасибо за просмотр делайте вкусно пока спасибо вам и а а и а и и Продолжение следует...